Во время режима самоизоляции Центр лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Карачао-Черкесии проводит свою работу с гражданами в удаленном режиме. В этот период были продлены сроки действия не только разрешения на право хранения и ношения оружия физическим лицам, но и действия удостоверения частного охранника до 1 августа этого года. О деятельности Центра лицензионной разрешительной работы в период пандемии расскажет Алихан Лепшоков. В этом году те, кто хотел получить лицензию на правоношение и владение оружием, мог получить ее только, отправив все необходимые документы и заявления в электронном виде. Это была необходимая мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции. А получить уже готовые документы можно только по предварительной записи. Сами специалисты Центра лицензионной разрешительной работы отмечают, что данные меры были необходимы. Никаким образом это не повлияло на процесс получения лицензии на оружие. Ограничиваем нахождение людей в наших помещениях, то есть, чтобы не было скопления. Исключительно также на прием приходят, требуем от граждан, чтобы они соблюдали масочный режим. Далее, в текущем году нами рассмотрено более 4600 заявлений. Что на 18% ниже, чем в прошлом году. Также у руководства Центра лицензионной разрешительной работы было отмечено, что те граждане, у которых истекал срок лицензии в апреле, продлили до сентября текущего года. Это даст возможность обладателям оружия успеть предоставить необходимые документы для продления лицензии. Срок остался небольшой. Для понимания людей я бы хотел подчеркнуть некоторые моменты. А именно, хоть срок действия продлен до 1 сентября, граждане на продление имеющихся лицензий и разрешений должны обратиться к нам за месяц, то есть в течение срока действия этих разрешительных документов. А для тех, кто имеет оружие, использующее для самообороны, то им необходимо пройти проверку по правилам безопасности обращения с оружием. Ряд граждан у нас в республике занимается частно-охранной деятельностью. Хотел бы также обратить внимание, они имеют физические лица для занятия частно-охранной деятельностью, должны иметь удостоверение частному охраннику. Также этим гражданам необходимо до 1 августа представить нам необходимые документы. Важно также частным охранникам при продлении лицензии предоставить документы о повышении квалификации, прошедшей в специальных образовательных учреждениях. Алина Халипшоков, Артур Жужуев, Вести, Карачаева, Черкесия.